Девушки отдыхают Эстра, что-то случилось? Мне показалось, что я кого-то увидела. Чинар, ты что-то хотел сказать, но давай завтра утром поговорим. Я сейчас немного рассеяна. Конечно, как скажешь. Спасибо. Доброй ночи. Доброй ночи. Он точно нас увидел. Точно увидел. Но неправильно все понял. Совсем неправильно. Поверить не могу. Я думала, что права, но оказалось, что нет. Теперь у него в руках козырь, и он будет тыкать им мне в лицо. Но я ему не позволю. Не нужно мне повторения истории. Азан! Азан, открой дверь! Я очень на тебя зла, но давай все-таки поговорим. Азан, открой дверь! Ты все неправильно понял! Как же бесит! Азан! 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 Муса! Босс! Дай мне ключи от машины. Хорошо, но что случилось? Ты уезжаешь? Да, мне нужно уехать. Все нормально, позже поговорим. Хорошо, держи. Ты точно в порядке? Ты куда? Никуда. До скорого, Муса. Телефон отключен. Ребята, вы Азан Бея не видели? Не видели. А что, зачем тебе в такой поздний час Азан Бей? Хотела кое о чем спросить по работе. Вы его видели или нет? Не видели мы его, не видели. Иди уже. Его нигде нет. Прямо взял и исчез. Он все неправильно понял. Аллах, Аллах. Не звонит, не пишет. Даже утром не пришел ко мне, чтобы отчитать. Это словно затишье перед бурей. Он приберег все для завтрака. Сейчас он мне все выскажет. Ну, конечно. Ты что делаешь, Адем? Можешь другим дать поесть? Иди отсюда. Ага, спасибо. Мы здесь кило десять наберем. Вся диета коту под хвост. Я ем зелень и совсем не жалуюсь. И тебе советую. Попробуй. Ты нас позоришь. Позоришь. Доброе утро. Кого ищешь? Доброе утро. Я? Никого не ищу. Просто думаю, где бы сесть. Ты хотел мне вчера что-то сказать? Прости, что я так внезапно ушла, но ты можешь сделать это сейчас. Я хотел сказать, что влюблен в тебя. Ну, ты и шутник. Такой смешной. И две минуты не можешь быть серьезным. Нет, правда. Что ты хотел сказать? Да, конечно же, я шучу. Захотелось тебя развеселить. Я просто хотел сказать, что мне очень повезло встретить тебя и работать с тобой. Если бы не ты, я бы уже давно уволился. Зуб даю. Я о тебе так же думаю. Но ты и прав. Я отличный друг. Серьезно говорю. Если не веришь, спроси Зейно. Что за Зейно? Моя подруга. Надо вас познакомить. Она замечательная. Тебе точно понравится. Я не против. Чинар, возьми оливки или еще что-нибудь. Муса. Да. Доброе утро. Доброе утро. Где Азан? Точнее, где Азан Бей? Мне нужно кое-что у него спросить. Босс вчера уехал. Уехал? Куда? Я и сам не понял. Просто уехал, ничего не сказал. Я принес ваш заказ. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо и тебе. Елчин. Елчин. Муж. Ну уже, скажи что-нибудь. Скажи, душа моя. Скажи, Минэкше. Мой дорогой муж. А где твои часы, Елчин? Елчин, давай, покажи мне свои часы. Где они? Успокойся ты с часами. Папа, папа, смотри, я склеил твои очки. Они стали даже прочнее. Ты посмотри. Как тебе, папа? Нравится? Хорошо вышло. Посмотри, папа, правда же, хорошо. Получилось же. Елчин, вспомни Эйнштейна. Разве он сдавался? Нет, никогда. Он всегда был терпелив и настойчив. Даже атом расщепил, представляешь? Мама, не говори сейчас о всяких разрушениях. Вспомни того, кто открыл гравитацию. Что было бы, если бы он оттолкнул яблоко рукой? Что тогда было бы? Мы бы летали. Минэкше, как дела? Что-то мне не по себе. Дай мне кусочек кадаифа, и я пойду открывать салон. Идем, сынок, дай Нериман кадаиф. В такую погоду кадаиф? Елчин! Он все еще не пришел в себя? Аллах, ему не становится лучше. Что-то он совсем плох. Нериман, ты что такое говоришь? Он ушел, но вернется. У него нет кнопки, на которую можно нажать и починить его. Хуже всего то, что он прав. Он впервые прав, а мы не знали и не воспринимали его всерьез. Мой папа – изобретатель. Он и был ключом к нашему счастью, но мы невежда этого совсем не понимали. Мы все… Не понимали. Аллахом клянусь, не понимали. Это гномик-озюмрют прошлась по очкам, словно трактор, и раздавила их. Мама. Что, мама? Хватит тебе об этом говорить. Ты его только добиваешь. Ему плохо. Сломала очки, раздавила их. И что от них осталось? Ты только посмотри, посмотри. Прекрати. И правда. А где зюмрют? Деточки мои любимые, я так по вам соскучилась. Так соскучилась. А вы по мне? Да, соскучились. Я по тебе больше всего соскучился. Нет, я больше. Сейчас посчитаю. Так, тут десять. Тут тоже десять. Все на месте. Как же здорово. Все получилось так, как я и хотела. Просто прекрасно. Что? О чем ты говоришь? Подумай немного головой. Что за глупые вопросы? Я добилась того, что Минекше выгнала меня из кафе и помешала им разбогатеть. Как там говорят, двум акробатам на одном канате не место. Два арбуза нельзя рядом ставить. В этом районе может быть только одна богатая семья, и это мы. Мама, у нас все шкафы пустые. Даже помидоров не осталось. Кофе тоже заканчивается. И он нам не по карману. Это все решаемо. Сейчас разберусь. Дай мне телефон. Давай. Минекше меня уволила, так что мой сынок вернет мне кредитки, и мы снова будем богаты. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети? Я не могу дозвониться. Что такое? Телефон отключен. Что случилось? Я попробую. Давай. Может, он тебя заблокировал? Да, конечно. Ну что там? Аппарат вызываемого абонента? Ничего. Может, связь плохая? Он перезвонит. Конечно, перезвонит. Подай-ка мне кофе. Дорогой отель, увидимся в следующем году. Я буду скучать. Не хочу возвращаться в Стамбул. Ну же, ребята, давайте быстрее. Феррая Ханым, давайте я помогу. Мы почти дошли. Хорошо тут было, да? И продуктивно. Насчет продуктивности я не уверена. Кстати, из-за чего ты вчера расстроилась? Старые проблемы. Ерунда. Ладно, если захочешь рассказать, я послушаю. Я в автобус, ладно? Хорошо. Займи место, а я схожу за водой. Хорошо. Ты представляешь, Чинар. Азан вчера втиху и уехал. У него еще и телефон отключен. Не могу дозвониться до него. Если честно, я не удивлен. Типичный Азан. Это перебор даже для Азана. Мог бы дать о себе знать. Да и вообще, эта поездка для него важна. Не понимаю, почему он сбежал. Не говори ерунды. От кого ему сбегать, Чагла? Да, даже не переживай. Это типичный Азан. Любит создавать таинственность. Ты же его знаешь. Ты так думаешь? Ну да. Я скоро ему позвоню, и он ответит. Ну же, улыбнись. К счастью, хоть один из нас улыбается. Я видела тебя с Эсрой. Вы близко стояли и улыбались. Я все видела. С Эсрой? Да, у нас все хорошо. Просто замечательно. Я признался ей утром в любви. Что? Да, она подумала, что это шутка, и рассмеялась. И мы поговорили о том, какие мы хорошие друзья. Это была ложная тревога? Не понимаю. Надеюсь, что нет. Я что-нибудь придумаю и преодолею этот дружеский барьер. Осторожнее, братик. Френд-зона – опасное место. Как только ты туда попадаешь, дороги назад нет. Будь осторожнее. Чагла, не переживай. Я опытный. Придумаю, как выйти из френд-зоны. Так или иначе, я завоюю сердце Эсры. И долго он такой? С тех пор, как все случилось. Папа? Папочка? Папа? Йелчин. Папа? Папа? Папа, ты там? Мама. Он сломался. И инструкции от него нет, с помощью которой его можно было бы включить. Что случилось? Как нам его починить? Папочка, ты нас слышишь? Ты нас пугаешь. Папа, мы здесь. Но зачем? Вы раздавили очки. Тетя Зюмрют. С одной стороны. Ты с другой. Я так ценил эти очки. Зачем вы их раздавили? Его гениальные идеи никогда в этом доме не ценили. Я поверить не могу. Вы постоянно разбивали его мечты. Иногда символически. Иногда буквально. Бедный мой папа. Хватит устраивать цирк. Ты никогда не верил в папу и не поддерживал его. Я? Да, ты. А я всегда в него верила и поддерживала. Да неужели? Конечно. Ну, вы лицемеры. Вы чего? Никто из вас в него не верил. Не врите. Стоило вам его потерять, и вы сразу запели по-другому. Потерять? Мой отец не потерян. Давай еще землей нас присыпь. Как быстро ты махнула на него рукой. А я нет, пап. Я на тебя рукой не махнул. Не смей так говорить. Он сам на себя рукой махнул. Мог бы принести пользу, но посмотри на него. Поверить не могу. Мы могли разбогатеть. Причем заслуженно. Но все опять пошло наперекосяк. Мама, как нам помочь папе? А я почем знаю СРА? Без понятия. У него был блокнот, в который он вечно все записывал. Я ему говорила, что ты там молюешь. Никогда не воспринимала это всерьез. Ну, конечно. Блокнот. Папа. Блокнот. Папа. Блокнот. Папа. Папа, блокнот? Какой блокнот? Я записывал на него все свои идеи. Где? Где блокнот? Ищем. Где он? Где? Где блокнот? Где? Он в хлебнице. Так, достань его. Он в хлебнице. Сейчас достанем. Так. Здесь ничего нет. Где он, Елчин? Где? Все его заметки, все его идеи теперь у меня. Мечты Минэкшера сбогатеть никогда не сбудутся. Кто ты вообще такая? Богатство не для тебя. Ты его недостойна. Мама, ты что делаешь? Ничего. А ты что? Что ты делала? Книгу читала. Вот что я делала. Книгу? Да, книгу для саморазвития. Ну что, есть новости от Азана? Нет. Телефон отключен. О, Аллах. Куда же он пропал? Как можно мне не звонить? Я же переживаю. Мама, ты разве не знаешь моего брата? Он вечно пропадает на пару дней, а потом появляется с новыми идеями. Знаю, он любит так делать. Но неужели ему сложно позвонить маме? Все равно без моего совета ничего не сможет придумать. Ничегошеньки. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, маркетологи. Доброе утро. Доброе утро. А где Чинар? У него работа на выезде. Его не будет один-два дня. Как это? У меня проблемы с телефоном или интернетом. Приложение не работает. Я не понимаю. Что? Что? Не открывается. И у меня не открывается. И у меня тоже. Да, точно. Нужно сказать разработчикам. Что случилось? Я не понимаю. Ксимин, позвони Караю. И у меня не открывается. Что такое? Карай, приложение не работает. Приложение, похоже, рухнуло. Другого объяснения не нахожу. Ты посмотришь? У меня то же самое. Вообще никак. Приложение не открывается. Карай, что такое? Ты это исправишь? Чаглаханым. Система рухнула. Вот в чем дело, но... Что но, Карай? Что но? Было бы лучше, если бы здесь был Азанбей. Подобное уже случалось, и он быстро во всем разобрался. Муса, где Азан? Если бы я знал. Он даже дома не был. Он сейчас без машины. Даже мою оставил на парковке. Так что я тоже не понимаю. Он просто исчез. Муса, если мы не дозвонимся до Азана, исчезнем скорее мы. Конкуренты уже начали радоваться. А аппарат вызываемого? Ничего. Я не могу дозвониться до Азана, и мы теряем клиентов. Я везде его искал. Тогда поищи получше, Муса. Только приведи мне Азана. Работает или нет? Мусабей! Приложение не работает! Ребята, успокойтесь. Мы совсем разберемся. Мы пытаемся связаться с Азанбеем. Что? Идите работать. Давайте. Эс-Раханым, мы можем поговорить? Азан так и не нашелся? Нет. Может, он у своей мамы? Не думаю. Он не ночует у мамы. Да и машины его я не видела. У тебя еще есть ее номер? Позвонишь? Вряд ли он там, но я попробую позвонить. Если будут новости, я сообщу. Спасибо. Все нормально, и я все понимаю. Но что делает на столе газета? Ты что, подчеркиваешь нашу бедность? Не понимаю я чувства юмора молодежи. Ничего смешного. Давай-ка лучше убери газету и налей мне чай. Ты только посмотри. Не уберу. Хочу, чтобы ты увидела жизнь, которую ты для нас выбрала. А еще нельзя, чтобы скатерть пачкалась. У нас нет порошка, и нам не на что его купить. Не повышай на меня голос. Не повышай. Рейхан, где же ты? Не вовремя ты решила уехать в Измир. Ты мне сейчас так нужна. Так нужна. Мамочка, ее невестка родила. Ведь не все такие, как ты. Есть свекрови, которые любят своих невесток. Да что в этих невестках такого особенного. А ведут себя так, будто вечно рожают принцев и принцесс. Мама, брось. Продай хоть несколько браслетов. А то мы с голода умрем. Я сказала, что не продам. И мы не голодаем. Посмотри, у нас есть сыр, оливки, хлеб, чай, вилки, ножи. У нас все есть. Что еще нужно? Оливки? Да. Вот эти? Да. Последние. Последние? Так, дочка. Нам нужно крепко подумать. И придумать, как растянуть то, что у нас есть. Будем экономить. А значит, меньше есть и не набирать лишнего веса. Мы будем в форме, не тратя кучу денег на тренажерные залы. Да куда мне еще худеть? По бокам можно. Прошу, послушай меня. Твоя дочь тебя просит. Ну же, давай хотя бы один продадим. Я же сказала, нет, я не трону своих деточек. Какие только я столы для тебя не накрывала в свое время. Говорила тебе, ешь, доченька, ешь побольше, наедайся. Если бы ты так доела, набрала бы вес. И сейчас было бы, что сбрасывать. А ты не послушалась. Тут ты права. Аллах. Сынок звонит. Противная. Зачем мне звонит эта противная? Это Исра? Мать гендиректора, Зюмрют Карфалы слушает. Чего тебе? Добрый день, Зюмрют Ханым. Спасибо, и я в порядке. Азан у вас? Нет. А он с вами связывался? Нет. Так что у нас нет никакой информации. Что такое? Что случилось? Что ты сделала с моим сыном? Послушай, я доложу на тебя в полицию. Правоохранительные органы тобой займутся. Отпусти моего сына! Зюмрют Ханым, в компании случилась катастрофа. Все паникуют, приложение не работает. Азану нужно приехать и во всем разобраться. Если он объявится, скажите, чтобы он позвонил мне или в компанию. Приложение не работает? Случилась катастрофа? Почему ты сразу об этом не сказала? Не беспокой меня. Вешай уже трубку. И вам хорошего дня. Расскажи всем, Элиф. Наша династия рушится. Твой брат как сквозь землю провалился. Нам нужно найти Азана. Приложение не работает. Позвони всем, кого знаешь и кого даже не знаешь. Нам нужно найти твоего брата. Нам нужно найти моего сына. Где ты, мой дорогой? Не знаю, Чинар. Его нигде нет. Он просто исчез. Мне не по себе. Сделай что-нибудь. Обзвони наших друзей. Где он сейчас может быть? Подумай и перезвони мне. Хорошо? Айпи нужно изменить. Хорошо. Мусабей, можно вас на минуту? Я звонила его маме, его там нет. Он бы ни за что вот так не пропал. Вдруг с ним что-то случилось. Потому что я везде уже искал. Если бы я не знал Азана, сказал бы, что он ведет двойную жизнь. Ну, конечно. Я знаю, где он. Я знаю, где он. Вы посмотрите. У него техкомпания, а звонок не работает. Азан? Что ты тут делаешь? Мы не могли тебя нигде найти. И я подумала, что ты тут. Тебя все ищут. Почему? Сервер рухнул. Приложение не запускается. Поехали в компанию. Вставай, вставай. Я не поеду. Что? Что значит не поедешь? В компании проблемы. Разве она для тебя не главнее всего на свете? Давай, собирайся, поехали. Им пора научиться справляться с проблемами без меня. Уму непостижимо. Твоя компания в беде. И я приехала сюда, наплевав на гордость. А как ты себя ведешь? Что это такое? Ты тут ради компании, а не потому, что переживала? Да, ради компании. Или ты забыл, что сказал мне? Не забыл. И даже собирался извиниться. Но рад, что не сделал этого. Ты собирался извиниться? Да, собирался. Ты серьезно? Я подумал, что наговорил много лишнего и пришел к тебе извиниться. Но потом увидел то, что увидел. Азан, ты все неправильно понял. Хватит бегать, я все тебе объясню. Не нужны мне твои объяснения, Сра. Ясно? Мне надоело тебя слушать. Хватит меня доставать. С тех пор, как ты вернулась в мою жизнь, я снова потерял покой. Ладно, я совсем разберусь отсюда. А ты, пожалуйста, возвращайся в компанию, хорошо? Оставь меня в покое. Но ты хотел извиниться. Карай, я вошел в систему. Я напишу, что тебе нужно сделать. Эсра, чего ты ждешь? Я жду, пока ты все сделаешь, чтобы мы поехали в компанию вместе. Ты шутишь? Я не хочу тебя видеть. Это так сложно понять. Брось, я тебя прекрасно знаю. Ты здесь спрячешься и не будешь общаться с людьми из-за того, что неправильно истолковал ситуацию. Я этого не позволю. И никуда не уйду. Я сяду и все тебе объясню. А потом... Я не хочу тебя слушать. Я сажусь. Уходи отсюда. Я никуда не поеду. Я тоже никуда не поеду. Вот так. Ну ладно, хорошо. Сиди. Тебе все равно скоро надоест, и ты сдашься. Не надоест. Посмотрим. Азан, этот дом слишком большой. На его уборку, наверное, целый день уходит. Ты что делаешь? Если ты решила остаться, можешь хотя бы помолчать? Ладно, молчу, молчу. Цитц. Эсра, ты... Осторожно. Чего? Я донесу. Там есть лестница. Что? Что ты делаешь? Что значит, что я делаю? Мне одной там скучно, не хочу сидеть одна. Вот и принесла. Ладно, как пожелаешь. Только замолчи. Хорошо, я молчу. Но что у тебя тут за дом? Даже кондиционера нет. Тихо. Я поняла. Не нужно мне повторять. Вот так. Вот так. О, Аллах. Азан. Что Азан? Что? Скажу только одно. Говори. Это кресло совсем неудобное. Я не о таком мечтала. Да и такое чувство, что оно вот-вот упадет. Посмотри. Значит, ты с ним прогадал, да? Ты куда? Что я такого сказала? Что тебе нужно, Эсра? Азан. С моими мечтами проблема. И я пытаюсь тебе это объяснить. Они не осуществились полностью. Хотя, конечно, бассейн отличный, сад прекрасный. Именно такой дом я и хотела. Но есть проблема с креслом. Возможно, потому что оно из дерева. У меня от него спина болит. И оно скрипит. Но при чем здесь я? Ты же это сделал не для меня, а для кого-то другого. Азан? Он в наушниках. Сказал бы, я замолчала бы. И что мне теперь делать? С кем ругаться? Азан? Ты же меня не слышишь, да? Азан, ты меня так бесишь. Очень бесишь. Ты зовешь меня упрямой. А сам тот еще упрямец. Ты родился, чтобы быть упрямым. Ты родился, чтобы быть упрямым со мной. А еще я рада, что врезала тебе. Но жалею, что твоей второй щеке не досталось. А еще вот, что тебе скажу. Я надела то красное платье специально. И была в нем прекрасна. Что? Что? Я ничего не говорила. Да, Карай. Азан Бей, сервер заработал. Хорошо, Карай. С этим я помог. Дальше ты сам. Что значит дальше? Азан, ты все сделал? Что? Ты решил проблему? Тогда поехали. Решил, но есть и другие дела, Исра. Все равно поехали. Я обо всем расскажу по пути. Отдай. Прекрати. Я работаю. Понятно? Не мешай. Что такое, Исра? Что? Я есть хочу. И что я должен сделать? Что это за вопрос? Не слышишь, как у меня в животе урчит? А еще я злюсь, когда голодная. Давай поедим. В доме есть кухня. Я не голоден. А ты иди поешь что-нибудь. Я пойду. Не хочешь есть, не надо. Кухня там. Только не спали ее. Не спалю я твою кухню, не переживай. Сколько лет я готовила для тебя на кухне? С чего вдруг я спалю? Просто приготовь что-нибудь и не разнеси кухню. Аллах, говорит, кухню мою не спали. Будто я никогда в жизни кухню не видела. Ну и странный он. Ну вот, плита есть, духовка есть. Сейчас что-нибудь приготовлю. А еды-то никакой нет. Только напитки. Ну да ладно. Я же и сра что-нибудь найду. Где же блокнот? Я уверен, что положил его сюда. Папа, я с ума схожу. Его нигде нет. А, вот и Шерлок. Мам, скажи, что ты его нашла, пожалуйста. Менакше? Нет, не нашла. Я весь дом вверх дном перевернула. Его нигде нет. На этот раз я правда поверил, что мы можем разбогатеть. Если бы мне не было стыдно, я бы сейчас как следует разрыдался бы. Елчин, сколько именно мы потеряли? Аллах, Менакше. Один или два миллиона. Один или два миллиона? Ты серьезно? Папочка, забудь. Не нужен тебе этот блокнот. Что? Забудь о нем. Что ты такое говоришь? Все было написано в том блокноте. Но кто это все написал? Кто написал, папа? Ты. Елчин Эртан. Да. А значит, вся информация находится у тебя в голове. Правда? Конечно. Он прав. Сынок говорит правду. Включи свою голову. У тебя получится, Елчин. Получится. Да, я попробую. Да, попробуй. Я уверен, ты справишься. Да, Эко. Постой. Сперва мне нужно кое-что сделать. Я схожу в хозяйственный магазин и куплю все, что мне может понадобиться в моих проектах. Хорошо. Я справлюсь. Обещаю. Ладно, ладно, душа моя. Сосредоточься и все у тебя получится. Все получится. Да, получится. Когда он упомянул хозяйственный, ожидания снизились, но я все равно верю. А ты что думаешь, мам? Он сможет? Иншалла, сынок. Иншалла. Давай дальше блокнот искать. Мы уже все обыскали. В овощах посмотреть. Там его тоже нет. Хорошо, хорошо. Если узнаешь, перезвони, ладно? Давай. Пока. Найдже, я же сто раз уже повторила. У нас все в порядке. Зюмрют. Это я, Зюмрют. С ума можно сойти. Он твой племянник. Да, который богатый. Я ищу своего сына Азана. Гендиректора Азана. Да, богатого. Он с тобой не связывался? Ничего о нем не слышала? Нет, не слышала. Ну ладно, пока. Она совсем слабоумная. Мама, ну ты даешь. Что тетя Найдже могла слышать про Азана? Все возможно. Да и она мне напомнила, что я богатая. Не зря позвонила. Случилось что-то плохое. Пойду в полицию. Моего сына, возможно, похитили. Мама, зачем кому-то похищать моего брата? Зачем кому-то это делать? Сядь. Все может быть. Я сама этим займусь. Сиди. Ну вот. Брат прислал имейл. Что пишет? Что он в порядке и что работает над новым проектом. Я же говорила. Слава Аллаху. Прямо гора с плеч. А про кредитки ничего не сказал? Не сказал, мама. Так что пока мой брат тебя не простит, нам придется продать браслет. Я не продам. Я скорее себя продам, а браслет не трону. Мама, как мы будем за жилье платить, если у нас нет денег? Можно попробовать продать им блокнот. Что ты бормочешь? Но тогда Минэкши разбогатеет, а я этого не хочу. Мам, ты чего? Блокнот останется со мной, и я его не верну. Мама, о чем ты там бормочешь? Какой блокнот? Какой блокнот? Да, какой блокнот? Мой блокнот. У меня же сейчас нет кредиток, и я записываю туда долги. Вот я и говорю. Может, взять блокнот и сходить к тому, кто продает мне в долг? Поверить не могу. Мама. Что случилось? Эсра, ты что делаешь? Ты что делаешь? Пытаешь разогнать дым, не видишь, что ли? Вижу, но что это за дым? Что ты сожгла? Он из духовки. Я не привыкла в такой готовить. Курица подгорела. Но не переживай, съедим то, что уцелело. Сейчас. Да не хочу я ничего есть. Почему ты не хочешь есть? Ты весь исхудал, только мышцы остались. Даже если исхудал, что с того? Смотри, что ты сделала с моим домом. Если не хочешь, чтобы с твоим домом что-то случилось, поехали в компанию. Я не хочу никуда ехать. Ясно? Враг покоя. Враг покоя. Бесит. Мама, ты все полки смела и чего только в долг не купила. Но что, если мой брат не отдаст тебе кредитки? Что тогда? Отдаст, отдаст. Сынок, не разобьет маме сердце. Я, конечно, видела, как покупают в долг фрукты и овощи, но чтобы фен никогда. Молодец. Спасибо. Им придется пару недель подождать. Ну что с того? Скоро все будет как раньше. Давай еще вон туда зайдем. Все готово. Очень вкусно получилось. И я так говорю не потому, что сама приготовила. Выключай компьютер. Хватит уже работать. Давай, давай. Поешь, поешь. И как только у меня получилось так вкусно приготовить. Молодец, Эсра. Эсра, я не хочу, понятно? Не хочу. Мне не нужна твоя еда. Мне ничего от тебя не нужно. И есть я не хочу. Не хочу. Ладно, поешь, когда проголодаешься. Азан, давай я схожу на рынок за продуктами. Сделаю тебе твой любимый десерт. Мы все равно тут надолго с тобой. Эсра, ну что ты за беда такая? Азан, тихо, тихо. Мы же просто обедаем. Сидим за столом. Какая я беда? Ладно. Ладно, ладно. Эсра, ты сейчас поешь и езжай в компанию. Мне нужно сосредоточиться на работе. Договорились? Это можно устроить, если мы поедем вместе. Давай, собирай вещи и поехали. И наушники свои не забудь. Эсра, я знаю, чего ты добиваешься, но я не буду есть. Я не ребенок. Не ребенок, значит. Посмотри, какой ты упрямый. А когда возникает проблема, ты сбегаешь от всего мира. Ты всегда так делаешь. Всегда. А это тут при чем? Как это при чем? Я тебя знаю. Что ты делаешь вместо того, чтобы все обсудить, когда возникает проблема? Ты теряешься в мире, который у тебя в компьютере. Хорошо. И что со мной не так? Так, ты заявляешь, что хорошо меня знаешь? Что со мной не так? Ты видел меня с Чинаром. Ты все неправильно понял. Что я неправильно понял? Он держал тебя за руку. Азан, Чинар, мой друг. Друзья держат тебя за руку? Ты все равно неправильно истолковал ситуацию. А вообще, что происходит? Почему я тебе вообще что-то объясняю? Кто ты такой? Я даже не буду упоминать о том, что ты тогда сказал мне в номере. Ты постоянно грубо со мной обходишься. Я плохо к тебе отношусь? Да. Я не хотел тебя больше видеть, но ты попала в беду, и я пришел в полицейский участок. Я дал тебе работу в компании. Я хотел извиниться, когда наговорил лишнего. Тебе медаль дать? Не нужно. Не нужно. Ты не заслуживаешь ничего хорошего, Исра. Ты убиваешь все прекрасное. И у меня для тебя новости. Мне плевать на тебя. Еще что-нибудь добавишь? Потому что это ты мне уже говорил. Тогда давай добавлю. Иди, делай с Чинаром что хочешь. Флиртуй с ним, выйди замуж, да хоть детей ему нарожай. Только оставь меня в покое. Следуй правилам компании. У меня все. Я все сказал. Знаешь что? Ты сам не заслуживаешь ничего хорошего. Я ради тебя из кожи вон лезу с самого утра, но ты даже не замечаешь, потому что опять застрял в своем мире. Но с этого момента мне плевать. Я больше ничего не буду тебе объяснять. Ничего. Ну что, папа, насытился твой мозг кислородом? Спасибо, Эко. Йилчин, я сделала тебе кофе, как ты любишь, без сахара. А еще добавила шоколад. Он полезен для мозга. Так что пей. Какая забота. Папочка, я тебе все равно больше помогаю. Ты об этом не забывай. Я тут кинетическую энергию трачу. Спасибо, душа моя. Спасибо, сынок. Не за что, папа. Только не забывай. Удачи. Ну что, помогло? Нет, не помогло. У меня была формула. Да-да. Но я не помню, какая именно. И что нам делать? Привет. Нам два килограмма бюрека и два килограмма фаршированных виноградных листьев. Тетя. И немного перца и баклажанов. Ты вернула себе кредитки. Сначала заплати. Чего сразу сначала заплати? Запиши на доске, расплачусь на следующей неделе. Ты обо всем быстро забываешь. Например, о том, что твоя дочь работает на моего сына. Мама. Аллах с тобой зюмрют. Я тебе просто так даже свой грех не отдам. Кем ты себя возомнила? Как там очки? Не твое дело. Какая тебе разница? Мама, пойдем. Да, пойдем. Чувствуешь, как чем-то горелым воняет? Забудь, пап. Ничего не горит. Елчин, у тебя мозг горит. Сгорел дотла, ничего не осталось. Совсем ничего. Смирись. Подобные идеи приходят только раз в жизни. Даже не мучайся. Не стоит. Мама. Мама. Я ее прибью. Что ты делаешь? Чего снова ведешь себя, как базарная тетка? Пойдем, дочка. У меня от этой простоты давление упало. Доставите все на дом. Эсраа, где ты была? Я? Занималась делом, который мне поручил Мусабей. В следующий раз не исчезай, не сказав нам. Хотя Азанбея все равно еще нет. Да, объявится. Точно. Ну что? Я умру от любопытства, Муса. Они устранили проблему с Караем, но он снова отключил телефон. Вдруг с ним что-то случилось. Азанбей пришел. Азан? Где ты был? Я так за тебя переживала. Ты в порядке? В порядке. Все хорошо. Азан, я на тебя сержусь. Я чуть не позвонила в полицию. Мог бы с нами и связаться. Сказать, что все хорошо или что тебе не по себе. Почему ты исчез? Мне кое с чем нужно было разобраться, но все хорошо. Ну да ладно. Каков наш ущерб? Пойдем, я все тебе расскажу. Хорошо, что Азанбей нашелся. Сейчас решит все проблемы.